всем привет дорогие мои подписчики и гости моего канала ну что пятница одну неделю я профилонила ну а сегодня решила уже для вас снять видео новостей очень много поэтому сейчас погуляем все расскажу первая новость это у нас приехала бабушка вернулась диной и котики немножко присмирели те которые чужие а свои вообще ее не боятся ну я имею ввиду те которые были у нас до этого вот газон как бабушка говорит ну ты его выбрела хожу брею мне реально получаю удовольствие утро поставила что-нибудь варить да вот сегодня я поставила думаю надо салатик мне сделать пятница вот и пошла уже с газонокосилкой походила несмотря на то что у нас солнышкой дождик был утром такой серьезный все полито вот ну что новость еще какие у нас новости новости у нас конечно самые такие наверное не очень приятные это youtube да мало того что нам здесь его тормозят ну каким-то образом так по чуть-чуть по чуть-чуть мы все-таки его смотрим надеюсь что у меня получится выгрузить это новое видео как ни странно выгружается в принципе неплохо вот а а вот смотрите это прям вообще прям вообще это мы так вот получается получается что мы окунаемся в вакуум и информации сильно черпать неоткуда особенно для тех кто уже привык ее черпать из своих источников да из каких уже каким мы привыкли вот youtube это конечно это же не только пропаганда какая-то тут и и такие блогеры как я да и рецептики какие-то и что-то и и даже вот бабушка у нас аудио книги слушает и ну вот в общем как-то прям вот это очень-очень-очень печально фильмы какие-то даже старые какие-то фильмы смотрим да я не говорю про новое ну вот печально и самое интересное что youtube взял еще и отключил монетизацию для тех людей у кого она была у россиян но это прям вообще тут с одной стороны глушит с другой стороны отключают у меня ее не было поэтому я как-то сильно не страдаю у меня же как вы помните мой 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 youtube чик это мое хобби поэтому понятно хобби всегда бывает затратная но у меня монетизации не было я ее не подключала и не собираюсь подключать ну что смотрите кучки не там да ой тут такие натуралистические подробности как-то в кадр влезли все вот и в этой бочке очень далеко все от деревьев до и по чуть-чуть по чуть-чуть у меня так все я и сжигаю бабушке дала секатор ей понравился он и она значит тут тоже принимает непосредственное участие в этом во всем ну насколько может двигается что это делает это хорошо пожилым людям обязательно нужно двигаться не нужно им давать засиживаться вот смородину я немного подстригла но вот сейчас вижу что не все у меня здесь такая поросль была вот еще вылезла откуда-то но это я значит буду дорабатывать вот с вами погуляю сейчас увижу что мне все нужно по подстригать вот сухие деревья по возможности убираем вот там дерево у нас было сухое она прям вообще легко отошло прям вообще без особых усилий высохлых в общем вот это осталось одно единственное сухое абрикос но у меня на все сил не хватает поэтому я им обязательно займусь ближайшее время вот вот здесь сухой тоже абрикос по обстрекала но в принципе тут не так сложно взять виллы такие серьезные у меня есть и этот корень он выйдет вот что еще вот здесь где-то дерево было я уже даже не помню ну в общем я его нормально пошевелила ну а нет это не пошевелила это вот пенек тоже оставила ну значит надо будет убирать и поросли от него пошла может быть даже перенем пенек подрежу еще побольше а вот это поросли даже не знаю толк от нее будет не будет не знаю или может быть тоже состричь и уже не не думать что и как груши видите какие красивые висят как новогодние игрушки да ничего я с ними не делала не рвала просто висят радует глаз вот вот этот кусочек еще мне нужно будет пройти покосить потихонечку я привожу в порядок участок вот ну что дорогие мои как вы там поживаете русские расскажите мне что у вас нового по возможности если если вы можете свои секреты выбить девочки подружки что-то вы звонить мне перестали ну хоть в комментарии напишите как у вас дела я знаю что вы сейчас напишите а сама почему не звонишь потому что наверное все в делах все в заботах все мне когда и я точно такая же вот так ну что у меня еще здесь хотела до своей любимой груши дайте вместе с вами которые у меня осенние поздняя но что-то висит на ней что то есть что то не знаю почему но у меня чем почему-то часть груш вот так вот половина видите нормальная половина уже начинает портится не знаю что связи с чем это непонятно вкусно значит можно ее тоже уже рвать ой вот это дерево помнится весной и вот так хорошо опилили а дерево называется шелковица я честно говоря думала ну прям вот ну вот опилили прям думаю наверное уже следующий этап это будет уже будем под корень и удалять а ну так хорошо разрослось опять ну ладно может быть и шелковицу поедим так так что у нас еще нового дело к сентябрю что у нас здесь с нашим киеве происходит нет она еще дубовая пока ничего учишь кричит в представляете он находится очень далеко за домом прям и такой гласистый что все слышно вот а здесь почему-то уже готово непонятно сейчас я вам покажу что это действительно киви видите вот у него прям вот все как у киви сейчас я попробую вам открыть и показать косточки видите все как у киви и косточки такие же и на вкус такое же я киви не люблю вот другой сорт видите тут совсем другого размера ягодки ягодки или плоды как правильно назвать не знаю так а еще вот было у меня такой который с перчиком такой вроде ешь сначала сладкое а потом она такое остренькое и она как конусом было но я его не вижу может быть даже в этом году нет но его в принципе будет заметно когда она начнет созревать она прям оранжевого цвета будет не вижу может в этом году их нету ну ладно ну ладно не вижу вот наша спортивная площадка покрылась мухом слушайте вы не знаете как это все чем это все можно убрать а смотрите как прям все проросло ой а у меня такая штука есть надо попробовать может быть и у меня получится ей убрать ну прям все потому что это северная сторона дома видите как здесь мох у нас появился здесь вот хожу потихонечку привожу сад порядок своими собственными силами вот сюда мне нужно еще будет с тачкой секатором прийти и вот это вот все немножко повыстригать и пожигать а а это калина он уже уже набирает да она пока она еще прям такая тугая тугая колено по моему после первых заморозков хорошо рвать она мягенькая будет и можно будет сок из нее выдавливать омах колено красивая угол калиновый до красота правда ой какая красота вот планы на следующей неделе у меня вот этот лес весь разобрать надеюсь я справлюсь в принципе здесь не так много работы если будет погода хорошая то я обязательно это сделаю вот помните я здесь огурчики сажала вам показывала они у меня здесь нормально прекрасно себя чувствуют представляете в открытом грунте нормально растут и даже еще и плодоносит видите как интересно вот сюда смотрите какой огурец большой по лес да и там вон маленьких много огурчиков да но сюда нужно отдельно приходить и приводить в порядок грядку эту ох здесь прям лес ничего потихонечку и здесь приведу в порядок все я прям наконец-то увидела свой газон такой какой я очень хотела увидеть да вот чифулька поет потому что все очень как-то мне высоко всегда стригли и как-то не очень аккуратно моем понятии ну и как есть такая хорошая пословица хочешь сделать хорошо сделай сам да вот я сама и тут развлекаюсь в общем-то вот чифуля поет чифуля поет просится на свободу а у нас дина охотница правда старенькая слепая ну как слепая она она в принципе видит но прищуривается орех растет дружочек ты растешь я смотрела может я подстричь как ты считаешь вот эту веточку нижнюю которой на полу пола если есть специалисты в области орехов подскажите пожалуйста можно его встречи когда его лучше весной или когда его лучше встреч или осенью можно стригануть слушать а я вчера косила я еще один орех нашла я я честно говоря думал у нас только один покупала то я же не могу один купить я две штуки покупала а второй вот сидит смотрите я вчера здесь выкашивал вот сидит еще один орех вот этот вот прям весь а его даже и не отсадишь а нет отсадишь он прям ямки сидит поэтому вот этот еще можно отсадить на то место где были деревья у меня но опять вопрос когда его отсаживать пересаживать в зиму осенью или все-таки весны дождаться весной все это сделал сделать мне кажется весной если пересаживать то больше как-то за ним ухода будет и поливать его и смотреть подкармливать а вот зимой он когда пересадишь меня почему-то кажется что он может вымерзнуть если ему что-то не понравится вот если есть специалисты по орехам давайте совет он мне очень нужен у нас орехов никогда не было у нас только такие фундук а вот грецких у нас никогда не было видите какой большой молодец растет вот ну что дорогие мои погуляли мы с вами пойду я в кухню развлекаться кастрюльками вот всем спасибо за комментарии за лайки мне очень приятно чтобы канал интересен ну что всем мира добра любви а пока пока